добрый день всем привет наконец-то я ее вернее я ее даже не уговаривала я сама согласилась да она сама согласилась и сегодня мы опять с нашим пирогом сегодня у нас другой пирог неаполитанский милана будет печь как он называется пастера пастера наполитана сейчас паста в италии и все очень активно занимаются выпечкой она идет опять в гости в свою новую семью свою новую семью то она решила спечь этот неаполитанский пирог пастера наполитана и пойти опять вместе с этим пирогом он правда очень вкусный туда идет вот такое это что вообще такое грану пшеница да грану она там полу готовая в общем смотрите будет очень интересно и вкусно ее волшебная тетрадь опять лежит перед ней где она записывает все итальянские рецепты выпечку все и сейчас ты будешь готовить буду готовить крем да но я буду делать не 2 на 2 порции поэтому я добавляю 500 миллилитров молока да все порции на один пирог мы потом укажем под видео обязательно пока творить крем леницу 20 минут с молоком давай я вот так опущу чтобы было поближе видно она сливает воду из банок где находится это зерно и потом его поместить молоко очень хорошо отжимает ложкой вот так прям продавливает чтобы вся ненужная жидкость вышла молоко уже на огне она еще положила туда вот масло кусок масла и сейчас мы добавим цедру лимона и теперь мы это будем варить 20 минут помешивая вот так периодически периодически не постоянно сварилась уже наше зерно мы его остудили а теперь это все вот так выглядит густо и надо ее пробить блендером так сейчас милана выкладывает творог в миску его надо очень ну его вообще-то надо было растереть на через сито но он очень мягкий сам по себе влажный мягкий и поэтому нет такой необходимости что прям его через сито делать да милан я думаю что будет нормально так тоже это немножко другой свароке как да это немного другое это рикотта прямо на такая жирная мягкая уже сама очень нежная и поэтому нет такой необходимости растирать через сито сахар да дальше наш насыпаем сахар и сейчас я добавлю сразу еще и такой пакетик ванилина два пакетика потому что доза двойная доза да и она добавляет два пакетика ванилина и все перемешиваем сюда не надо щепотка соль нет вот такое кремообразная получилось у нее все взбили перемешали вилкой до вилкой она просто размешала хорошо и не получилось вот такое начала она была песочная потом получилось вот такое да теперь туда время соединяем ложку возьми а вон лопатку давайте подержу соединяем грану как она была по-русски господи зерно которое мы варили потом блендером пробили теперь мы соединили вместе с творогом это и все хорошо размешаем теперь так все перемешиваем перемешиваем запозднились мы с миланой а сейчас я взбиваю просто яйца чтобы они соединились вместе и потом добавлю цедру лимона и экстракт апельсина добавила экстракт апельсина и сразу туда высыпает цедру от лимона можно если вам нравится еще добавить цедру апельсина теперь мы добавляем яйцо взбитые яйца сюда перемешиваем наш крем будет готов и будем собирать наши пироги у нас будет два пирога поэтому такая большая большое количество крема у нас у нас удвоенные порции мой запах стоит апельсины и лимоны ванилин короче просто вот такой крем у нас получился все перемешали однородной массы теперь отставляя отставляем сторону и начинается самое интересное вот эта паста песочное тесто как она делала для крустоты до лимонный пирог который она недавно делала точно такое же тесто если кому интересно и просто будет крем другой и сверху немного по-другому раскатала тесто и точно также укладывает форму и выравнивает внутри лишние опять будем отрезать и снова протыкает хорошенько вилкой дно пирога и сейчас немного выравнивает форму теперь она вырезает полоски на этот пирог нужны полоски пошире не жгутики уже нужны а полосочки сколько штук надо полосок 7 на каждую сторону лишь клеточку будешь делать нет заполняет она пирог кремом кремом очень вкусным ароматным с зерном внутри он должен быть переполненный нос его вон сколько потому что будет два пирога вот такой красивый пирог у нас получился это наш первый пирог ой мы с миланой сегодня еще вышли по делам поэтому припозднились уже у нас глубокая ночь теперь мы отправляем этот пирог на час и 20 минут в духовку с вентиляцией с конвекцией то есть но последние 20 минут надо будет его опустить на нижний этаж чтобы хорошо пропеклось дно низ чтоб хорошо испекся низ посмотрите как он надулся в печке вот такой он хорошенький надувной стал но он потом сдуется ничего страшного в этом вот наши два пирога вот этот еще очень надутый чтобы вы понимали разницу этот был тоже надут но он уже осел мы вытащили сейчас второй и время сейчас сколько временного 22 20 ночи что но мама не трогает он да он еще он очень горячий и и мягкий потому что вот это все сейчас должно осесть и он тоже станет как вот этот пирог ровненький ну да да за два дня до пасхи его обычно делает но мы его сделали сегодня так как у нас не было времени ну все побежали мы спал вернее поползем и спать уже мы не можем стоять и всем хороших выходных он вот так трескается но это ничего страшного он потом весь сядет вот этот уже весь сел и вот такой красивый пирог у нас получился один будет нам а этот пойдет в гости спасибо всем за внимание дорогие наши и спокойной ночи и всем спасибо кто был с нами пока пока доброе утро всем будем сейчас пить кофеечек ветер да немножко поддувает с этим замечательным пирогом пирогом какая вкуснятина вот так она выглядит вот так она выглядит в разрезе вот так она выглядит в разрезе в разрезе в